Ни для кого не секрет, что привести себя в хорошую физическую форму можно с помощью двух составляющих – правильного питания и спорта. Тем более, что в современном мире для многих тренажерные залы стали нормой жизни. Это тенденция – примета нашего десятилетия. А, к примеру, лет 20-30 назад залы хоть и были популярны, но занимались в них единицы. В 1987-1988 год. Тогда знаний о бодибилдинге вообще не было, и это называлось атлетическая гимнастика. В библиотеке собирал эту информацию, то есть из журнала «Спортивная жизнь России», и только с помощью вот таких небольших знаний, что-то, имея какие-то вот эти вот крупицы знания, я их применял в практике. Ну и, соответственно, это было общение с другими ребятами. Кто как мог, тот так и тренировался. Фитнесом сегодня занимаются, чтобы похудеть и привести мышцы в тонус. А некоторые, увлекшись, выступают на соревнованиях по фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу. И это явление не знает возрастных ограничений. Желания возникают также и у женщин, некоторых взрослых выступать в бикини, и также у молодых девушек. Но в первую очередь, наверное, это самоутверждение, чтобы доказать себе, чего я могу, что я могу сделать с собой. Сегодня найти информацию о тренажерах и фитнесе не составляет труда. А потому клиенты клубов знают об этом очень много. Не отстают и инструкторы, которые тоже повышают уровень своего мастерства, изучают диетологию, реабилитологию и другие смежные специальности. Дополнительные знания о том, как работать с детьми, о том, как работать, допустим, с инвалидами, о том, как работать с проблемными людьми по заболеваниям определенным. Да, поэтому, когда человек приходит, тренер в первую очередь интересуется его здоровьем. Мы даем очень щадящую нагрузку, в первую очередь, и рассказываем о мифах и об ошибках. Программы тренировок сегодня разработаны и для подготовки к соревнованиям, и для того, чтобы сбросить лишние килограммы. Для маленьких детей и пожилых людей, а также для тех, кто после травмы нуждается в реабилитации. Другими словами, за последние десятилетия фитнес стал по-настоящему массовым, и тенденция эта сохраняется.